25 апреля 2015 года в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы состоялось открытие шестого форума перспективы способной и талантливой молодежи. Главная цель мероприятия – выявление и поддержка одаренных и инициативных ребят нашего региона. Участники – лучшие старшеклассники школ, лицеев и гимназий всего Гродненского района. Среди них – отличники учебы, победители и призеры республиканских и международных олимпиад, начинающие исследователи в совершенно различных отраслях науки. Лучших из лучших встречали представители управления образования Гродненского облсполкома и руководство университета имени Янки Купалы. С напутственными словами к старшеклассникам, которым предстоит решить одну из самых важных задач в своей жизни – выбор профессии, обратился ректор университета Андрей Дмитриевич Король. Безусловно, прожить жизнь как судьбу – это значит сполна реализовать весь тот потенциал, который есть в каждом из нас, в каждом из присутствующих. И, по сути, нахождение в стенах Гродненского университета – это возможность реализовать вот этот тот шанс. Почему? Потому что университет не просто является, здесь уже звучало, крупнейшим вузом, одним из крупнейших вузов нашей республики, это действительно так. Вуз, который имеет богатейшие традиции, богатейшие традиции и в учебе, богатейшие традиции и в научном плане, мощные школы, советы по защите диссертаций, опытные грамотные профессора, доценты, преподаватели. Вуз сегодня является многопрофильным, около 70 специальностей, огромного конгломерата профессий, которые обеспечивают кадрами практически не только нашу Гродничью, нашу землю, но и всю республику. Очень хочется пожелать вам сделать именно правильный выбор, выбор, который определит, в общем-то, нашу дальнейшую судьбу. Высокие достижения старшеклассников в учебе и науке были отмечены призами и именными сертификатами от университета. Для участников форума организаторы подготовили разнообразную и насыщенную программу, в составе которой интересные творческие номера и полезные информационные мастер-классы. В процессе проведения форума наши лучшие выпускники Гродненского региона имеют возможность познакомиться с Гродненским университетом, с факультетами нашего университета, увидеть, где они будут обучаться, познакомиться со специальностями факультетов, а также узнать, где в дальнейшем они будут работать и принять свое окончательное решение в выборе, в выборе своего дальнейшего пути. Форум перспективы способной и талантливой молодежи – это часть большой профориентационной программы университета, направленной на поддержку одаренных инициативных ребят. Он проводится уже в шестой раз, и, как показывает практика, интерес к этому мероприятию из года в год только растет. Первые подобные встречи были организованы в районных центрах Гродненской области, но два года назад было принято решение проводить его в стенах университета имени Янки Купалы. Форум перспективы способной и талантливой молодежи на протяжении последних двух лет проходит в нашем университете. И мы его проводим с той целью, чтобы ребята не просто узнали о нашем университете, но и смогли окунуться в эту студенческую жизнь, в студенческую атмосферу, почувствовать студенческую атмосферу нашего университета. И, конечно же, могли все вместе между собой пообщаться, познакомиться друг с другом, ведь это самые лучшие выпускники нашего Гродненского региона. Многие из ребят приехали на это мероприятие впервые, но среди форумчан немало и тех, которые уже стали его постоянными участниками. Сегодня мы даем старт шестому форуму перспективы способной и талантливой молодежи. Герман Байтингер – студент факультета математики и информатики Гродненского университета. Сегодня он ведущий форума, а еще будучи школьником, решая вопрос своего профессионального выбора, Герман выступал его неоднократным участником. Признается, что информация, полученная на этом мероприятии, в определенной степени сыграла роль в выборе дальнейшего направления обучения. Было очень много информации о том, что университет будет не только конкретно учебой, а сидением за конспектами, за книжками и, соответственно, в лишении всех остальных радостей жизни. Можно заниматься и спортом, и творчеством. К этому университету предоставляет все возможности для студентов, главное – иметь желание. И, соответственно, начать этим заниматься. Пожалуй, самой интересной частью форума стали экскурсии, круглые столы, мастер-классы и тренинги, которые я подготовил для участников каждый из факультетов. Здесь ребята достаточно подробно узнали о профессиональной образовательной направленности факультета, познакомились с деканами и преподавателями, а также некоторыми интересными научными разработками. Кроме того, участники имели возможность пообщаться со студентами факультета, которые рассказали им о студенческой жизни. Программа была организована таким образом, чтобы старшеклассники составили наиболее полное всестороннее представление о деятельности и жизни факультета. Это условное сегодняшнее мероприятие, которое собирает талантливых и целеустремленных, результативных, успешных учащихся школ, которые завтра уже станут студентами, это все равно очень важно, потому что им предстоит достаточно серьезный шаг, который является серьезным в жизни любого человека. Они подходят к точке выбора. И прежде чем результативно справиться с ступительными испытаниями, нужно, конечно, правильно определиться в этом выборе. И вот это мероприятие, которое организует Гродницкий государственный университет Миньянки, Тупау, безусловно, вращение, важное мероприятие для учащихся, для того, чтобы определиться с этим выбором. Григорий – ученик 9-й гимназии города Гродно. Выбор будущей профессии – это главный вопрос, решением которого он занимался на протяжении нескольких лет. Детально изучив ситуацию на рынке труда, оценив свои возможности, взвесив все за и против, молодой человек уже принял четкое решение. Программирование вообще меня интересовало, потому что это как бы новое, инновационное что-то. И оно всегда интересно. То есть оно востребовано, и еще вдававок и интересно. То есть потому что наша жизнь сейчас полностью связывается с этими компьютерами, мобильными приложениями какими-то. Сейчас Григорий решает вопрос с выбором вуза, где можно было бы не только получать знания по выбранному профессиональному направлению, но и творчески себя реализовывать. Поэтому отмечает большую значимость всей информации, полученной на форуме. Мы же в свою очередь желаем всем ребятам правильного и точного определения с профессиональным выбором и приглашаем присоединиться к большой и дружной семье купаловцев.